Вы находитесь в студии Спильна ТВ? А вот сейчас мы будем писать маленькое интервью с нашим коллегой Игорем. Игорь сегодня отправился на поиски антимайдана, и он нам расскажет, что там увидел. Ну, здравствуйте, я Игорь, журналист, у нас сегодня в пресс-центр забежал здоровенный мужик. Забежал в пресс-центр мужик здоровый, кому-то уже, и сказал, давайте журналисты, ребята, кто может, в лагере тетушек бунт, им не платят деньги. Я и еще один там журналист, мы побежали, и прямо уже на институтской там уже увидели небольшую группу людей, ну, человек 50, наверное. Ну, мы по их выражениям лиц и по нецензурности их выражений мы поняли, что это именно те, кого мы ищем. Вот, там уже были ребята-журналисты, работали, я говорю, ребята, синхрон можно взять, какой синхрон, прячь камеру. Ну, объясните, что такое синхрон для наших зрителей. Хорошо, прощение, синхрон, да, это, ну, когда надо просто подойти и поговорить с людьми вот так вот прямо на камеру. Ну, как мы сейчас делаем, как мы сейчас делаем. Просто я хотел подойти и спросить, ребята, что вы нервничаете, все было хорошо, прячь камеру вообще-то разобьют. Ну, ладно. В общем, они ругались матом, бунтовали и пошли. Мы пошли, значит, еще, я и пару журналистов еще пошли за ними, мы прямо, мы их называем Долина Желтого Снега, Марийский парк. А почему, интересно? Я как лыжник это знаю, это, собственно. Я думаю, что телезрители наше догадаются. Да, лыжники не ешьте сегодня, желтый-желтый снег. Ну, видно, не в тамошних традициях. Искать туалеты, да? Да, туалеты, да. Ну, ну, то ладно. Когда мы зашли в Марийский парк, они там уже немножко рассмотрели нас, журналистов. Ну, естественно, проблему надо на кого-то взвалить. Мы поняли, что им не платят такие деньги. Они переключились на журналистов. Ну, начали там достаточно агрессивно себя вести. Причем там было две группы такие. Просто люди, они возмущались, что мы не хотим, чтобы нас снимали. И были вот, скажем, посредники между людьми и теми, кто платит деньги. Те вели себя вообще очень агрессивно. Ну, практически, ну, чуть ли не до драки уже начиналось. Ну, то есть они уже позволяли себе. У них и жаргон был такой тюремно-блотной. Вот. Я бы пытался войти в контакт с людьми и объяснить, что люди добрые. Вы поймите, что с нами вам будет легче. Понимаете? Мы вам не враги. И богу. Мы вам не враги. Ну, как легче? Как легче? Ну, если мы это покажем, ну, может, они хоть постесняются хотя бы. Мы журналисты. Мы все, что можем сделать, это показать всем людям, ну, в какой вы беде оказались. Как-то вот, в общем, они сказали, пошлите к метро, там будет теплее, по дороге у нас еще там инциденты такие были нехорошие. То есть что, что вам предлагали желтый снег? Нет, желтый снег мне не предлагали. Ну, там вот, скажем, мотажки вот эти, они вели себя очень агрессивно. Практически уже вот-вот срывались. Их там удерживали как-то. А была милиция какая-нибудь рядом? Милиции там было, но они на нас никак не реагировали. То есть и на то, что по отношению к журналистам ведут себя агрессивно люди, никак? Нет, они вообще стояли, смотрели, то есть это наплевать. Они делали там какую-то, наверное, свою работу, выполняли. Вот, ребята попытались снять, коллеги журналисты, как со мной так достаточно некрасиво разговаривали. Вот, они увидели, переключились на них, там чуть ли не за камеру их давай хватать. То я понял, что, ну, сейчас будет что-то очень нехорошее. Я начал от этой группы агрессивно немножко отставать. И люди даже, которые просили их не снимать, и, в общем, говорили бы, журналисты, вы только деньги зарабатываете на нас, на сенсациях. Эти же люди отставали вместе со мной, тянули меня за рукав и просили, значит, выслушать их. Ну, я постараюсь передать то, что они говорили, то, что мне удалось понять. То есть, это уже вторая группа, которые не заплатили деньги. Вчера была группа из Луганска, порядка 26 человек. Ну, я сразу скажу, что 26 человек, которые возмутились. Сколько там в действительности не заплатили, ну, это уже никто не знает. Потому что часть наверняка была там, ну, молчаливые рабы, которым не заплатили, и они сказали спасибо и ушли. 26 человек, которые выпрашивали эти деньги. Вот. И мне женщина рассказала историю о вчерашней группе. Среди них была одна мама из Луганска. У нее недоношенный ребенок. И ей не хватало денег, то есть, соцвыплату ей выплатят только, только лишь в следующем месяце, после праздников. И у нее не хватает денег на, ну, там, я вот не знаю тонкостей, какая-то специальная смесь для недоношенных детей, молочная, какая-то особая. Она стоит там 135 гривен бутылка. И ей надо, вот, у нее уже кончилась эта смесь, и ей надо было подгореть деньги, чтобы купить ее. И она поехала вот постоять на Антимайдане, чтобы заработать эти деньги и купить своему недоношенному ребенку эту смесь. Ну, естественно, им никакой, никаких денег не выплатили смесь, она это не купила. Она, ну, просто вся на грани самоубийства, там, у нее слезы, и ее все там успокаивали, там, не знаю, может, собирать деньги. В общем, она так вот простояла целую неделю здесь, оторвала от семьи, от детей, простояла целую неделю на Майдане, на Антимайдане, естественно. Ну, и так уехала. Ей сунули 40 гривен на билет, сказали ей, давай езжай, все, давай по-добру, по-здорогу. Вот, сегодня уже это 100 человек, опять же, 100 человек, которые возмутились. Вот, им, как бы, не то, что говорят, мы вам не дадим. Вот, мы вот уже отдали, мы вот, ну, вот знаете, как говорят, мутят. Говорят какие-то тексты. Они сейчас, в данный момент, когда я их покинул, они были возле метро Арсенальной. Но, поскольку агрессия против меня, я один журналист, остался, ребята отстали немножко, простите. Я понял, что одному в этой среде не очень хорошо находиться, просто некому прикрыть спину. Я оставил там людям свой номер телефона. Они ко мне, в общем-то, некоторые люди ко мне очень хорошо отнеслись, в конце концов, они поняли, что я им не вран. И они обещали позвонить мне и сказать, чем это закончится. Ну, я, конечно, думаю, что вряд ли, вряд ли им выплатят. Притом, мне сказали, что они уже, как будто, сворачивают лагеря. Игорь, скажите, пожалуйста, а попадались ли вам те, кто там не за деньги? Нет, они прямую говорят, ну да, мы пришли. И вот там, кстати, была, я там из города Нежина, из центра издания, видела новости. Да, 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 Нежинские огурцы, знаем все. Да, Нежинские огурцы, да, из Черниевской области. И там была, кстати, увидела на пресс-карте, на пресс-карте, о, Нежин, Нежин, то есть, женщины были с моего города, но они тоже вот пожаловались, я их, вот и Богу не осуждаю. Ну, ну, понимаешь, я себе так, говорит, мечтала сапоги купить. Я, говорит, за мой заплат, я себе никогда их не куплю, я их просто себе не позволю. Ну, думаю, скрипя сердцем, говорит, это она мне горела. Ну, поеду, ну, постою, ну, что там с того будет? Я, говорит, я понимаю, что это неправильно, это нехорошо, так нельзя предавать, ну, я себе, говорит, не куплю никогда эти сапоги. А мне хочется на зиму красивые сапоги. Ну, девушка, молодая девушка, да. Я ее понимаю прекрасно, и не то что осуждать, я ее слушаю, у меня слезы на глаза наворачиваются. Даже надо, как надо, людей довести, чтобы они готовы были за какую-то копейку, вот так вот, придавать свою совесть. Причем они понимают, что они придают свою совесть. Они говорят, да мы с удовольствием, мы с вами вот туда вот пошли. Я говорю, слушайте, пойдемте, друзья, вы же мои соотечественники, вы мои горожане. Идемте, я вас хоть покормлю. Ой, говорит, да мы и так туда пойдем кушать, говорит, все время, потому что нас тут не кормят. Скажите, пожалуйста, ну Нежин же славится, по-моему, знаменитым педагогическим институтом, да? Да, уже университет классический. И там была шикарная, совершенно художественная галерея в этом теперь университете, да? Да, о ней не очень любят говорить в университете, потому что как только информация о галереи появляется в эфире, ее обязательно кто-то вборует. Ну да, да, да. Скажите, пожалуйста, а по вашему мнению не собираются ли участники антимайдана организовать свой Майдан? Ну, знаете, у них не хватает, у них же нет идей, понимаете? Ну, идея, ну, хотя бы финансовая идея. Ну, вот они побунтуют до завтрашнего дня. Если до завтра им не выплатят, они просто уедут домой. Спасибо большое, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь Волосянкин, я главный редактор интернет-издания «Уездные новости» города Нежин, Черниговская область. Спасибо большое. Какие ты считаешь, что не было антимайдане? А, и я не был на антимайдане. Ага. Это мы сегодня пошли по институтски. То не был антимайдан, то была кубка людей, яка, ну, хотела себе повернуть гроши свои. Спасибо. Спасибо большое. Удачи, привет, Нежинова. Да, Нежинова. На этом мы прекращаем нашу трансляцию. Я надеюсь, она сохранится в просторах интернета. С вами был Тимур Ибраимов и Спильно ТВ.